Дэвид Сушер Часть третья. Тайна снов. Папа, тебя ждет пациентка. Она должна была явиться только к десяти. Они все теперь приходят раньше времени. Спешат застать меня живым. Я вижу, ты обвел сегодняшнюю дату кружку. Сегодня ему исполнилось бы восемьдесят. Кому? Ты его не знаешь. Вильгельму. Флис. Я с ним встречалась, папа, в детстве. Ты все еще отмечаешь день рождения Флиса? Он был ненадежный человек. Но я когда-то любил его. Ты в силах принять эту даму? Да, спасибо. Я ее приму. Вид отсюда не слишком красивый. На стены надо повесить картины. Чтобы было на что смотреть. Больные должны смотреть внутрь самих себя. Я думаю о тебе. Ты вспомнил, как я сказал, что в кабинете Шарко висит творение Мане? Я говорю о более скромных картинах. Ты еще не вскрыл посылку? Можно? Это тираж моей книги о нарушениях речи. Она нас не обогатит. Флис сказал, что я стану богат, только если займусь общей практикой. А он богат? Его пациенты влиятельные люди. Это важно. Тот, кто учился у Листера и Пастера, имеет большие преимущества. В этом я ему завидую. И он лучший специалист в Германии по болезням носа. Нельзя недооценивать носы. Флис делает на них большие деньги. Кроме того, он пишет газетные статьи обо всем на свете, от медицины до астрономии. В отличие от меня, он светский человек и к тому же ходячая энциклопедия. Он написал мне длинное письмо о последних достижениях в области проката стальных труб. Что с тобой? Все хорошо. Все прошло. Прочти, кому я посвятил книгу. Доктору Йосефу Брейеру. Почему ему? Идем. Я тебя похищаю. Тут есть потайной выход. Пациенты будут входить в одну дверь и уходить в другую, так они не увидят друг друга. Я тоже смогу незаметно исчезать. Все уже прошло. Зачем тебе знать о прокате труп? Не бойся, я не понял его описания ни слова. Добрый день, фройлен Элизабет. Добрый день, фрау фон Риттберг. Спасибо. 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 Порой я чувствую себя беспомощным, даже когда на время снимаю симптомы. Болезнь при этом лишь прячется глубже, а больной говорит, что хочет быть исцелен. Действительно ли он этого хочет? Прошлой осенью я начал лечить молодую девушку. Ее прислал мне Брайер. Умная, одаренная, уверенная в себе, даже слишком. Ее семья пережила две смерти. Умерли ее отец и сестра природы. К тех пор у девушки судороги, бессонница, сильная боль в ногах. Физически она здорова. Пробовали электротерапию? Да. Больная ее не приняла? Напротив, она ее обожает. Терапия полностью снимает ее боль. Но на другой день страдания вдвое сильнее, и больная умоляет о терапии. Она явно к ней пристрастилась. Я знаю такой тип больных. При гипнозе порой бывает так же. Не правда ли? Особенно с дамами. Среднего возраста. Они почти всегда влюбляются в гипнозизера. В ним ходят толпы врачей. Да, стоит гипнозера войти к больной, она уже почти под гипнозом. Вы знаете, по-моему, все такие расстройства, все без исключения, вызваны неполадками в половой жизни больных. Вы согласны? Всем сердцем. Меня тоже интересует эта связь. Чему улыбаетесь? В вашей фразе. Всем сердцем. Я произнес ее искренне. Мои исследования тоже все больше связаны с сексуальностью. Даже нос реагирует на менструацию и на сексуальное возбуждение у обоих полов. Излечивая носовые каналы, я лечу и психические расстройства, и физические, и тревожность, и мигрень. А что если неполадки в половой жизни? Причина всех болезней. Что говорит ваш Брэйн? Ради солидности он хочет подтвердить все биологическими исследованиями. А пока поручает необъяснимые случаи мне. Мне надо кормить много ртов, так что я ему благодарен. В прошлом месяце мне пришлось снять более просторную квартиру и более дорогую. Надо перестать плодить детей. Не заработайте при этом невроз. Мне нужно побольше пациентов. Могу предложить вам лечить ту девушку от синдрома назального рефлекса. У меня есть теории на этот счет. Расскажите еще раз о последних днях в Гарштейне. О том дне, когда вы узнали, что ваша сестра умирает. О том дне, когда вы гуляли у озера. Расскажите, пожалуйста. Почему вы к нему возвращаетесь? Потому что вы не хотите о нем говорить. Я знаю. Этот разговор для вас труден. Но наберите сил. Потерпите еще немного. Вы раньше там гуляли с мужем сестры, так? Да, и не раз. Мы гуляли втроем. Можете курить, доктор Фрейд. Я не против. Вам ведь хочется? Благодарю вас. Но в тот день, гуляя в одиночестве, вы мечтали о браке. Да, я думала о нем. Это был необычный ход мыслей? Для меня? Нет. Я пока не встретила подходящего человека. В тот день я, как всегда, об этом размышляла. Это нормально, когда наблюдаешь счастливый брак сестры. И когда сама несчастна. Вы присели отдохнуть. И вдруг почувствовали боль. О чем вы думали, когда она возникла? Сможете вспомнить? Не знаю. Постарайтесь. Наверное, о том, что, как ни странно, благополучие человека может оказаться под угрозой. Именно из-за его счастья. Моя сестра собиралась родить второго ребенка, вскоре после первого. Мы все были этим взволнованы. Придя домой, вы приняли ванну, чтобы унять боль. Сначала это помогло, судороги ослабли. Но потом начались опять, и с тех пор повторяются постоянно. Почему? Что вызвало их во второй раз? Подумайте. Смотрите на меня. Вспомните, как все было. Вы в ванне. В теплой воде. Лежите спокойно. Думаете о прожитом дне. О вашей прогулке. О сестре Адольфине и ее ребенке. В теплой воде. Освободившись от боли. Слушайте меня. Нет. Фройлен фон Риттберг. Повторяю, я хочу вам помочь. Как? Как вы мне поможете? Боль усиливается прямо сейчас. Почему? Как вы думаете? Потому что вы меня мучаете. Вы не понимаете, как я любила сестру. Понимаю. Поверьте. Но любовь ли причина ваших болей? Идите сюда. Ложитесь на кушетку. Положите голову так, чтобы я мог до нее дотронуться. Вот так. Когда я нажму рукой вам на лоб, постарайтесь освободить свое сознание от всех посторонних мыслей и вспомнить тот день. Что вы можете вспомнить? Сейчас должны начаться воспоминания. Я думала о моих двоюродных сестрах, когда лежала в ванне. И о тете Гизеле. Почему? Они находились надо мной и приехали нас навестить. Больше ни о чем не думали? О чем думаете сейчас? Мои мысли далеко. Да. Вы все поняли. Отвечайте. О чем вы думаете сейчас? О садовом доме. О садовом доме? В Райхену. Где умерла сестра. Я так расстроилась. Он не встретил нас на станции. Муж вашей сестры? Почему вы расстроились? Это было, когда я узнала. Я подумала... Что я не смогу сделать больше ни шага. Я видела по его лицу. Еще там, у озера. Как он волнуется. И когда они уезжали в Райхену, он посмотрел на меня, как бы предупреждая, что прежнего уже никогда не будет. что это конец. Потом телеграмма. И поездка... в полном молчании. Не увидев его на станции, я испугалась, что уже слишком поздно. Что все уже произошло. Что она лежит там. А он совсем один. Она была мертва. Помогите мне! Фройлян, вы понимаете, что любите мужа своей сестры? Нет. Нет! Не останавливайтесь. Как вы смели такое сказать? Посмотрите на меня и вспомните, когда вы вошли в садовый дом, в спальню, видели ее труп. Что вы подумали? Что? Скажите мне это. Я подумала, теперь он снова свободен, и я могу стать его женой. Вы это хотели услышать? Это правда? Зачем бы я ее от вас скрывала? По той же причине, по какой скрываете ее от себя. Вы считаете меня такой порочной? Разве порочной иметь эмоции? Быть в кого-то влюбленной? Даже в мужа сестры? Это неправда. Но вы сами произнесли эти слова. Сами. Вы мечтали быть его женой. Что в этом ужасного? Вы считаете меня бесстыдной? Напротив. Как вы думаете, почему вы заболели? Потому что вам стыдно. Сила вашей болезни не что иное, как сила ваших моральных убеждений. Можете назвать это расплатой, если хотите, за аморальные мысли. Ваше сознание их отвергает, но у тела нет совести. К счастью. И оно реагирует. Иначе вы бы не подозревали, как люди порой страдают. Я давно это знаю. Вы передадите доктору Брейру то, что я вам рассказала? Нет, если вы не хотите. Он, конечно, тоже ваш врач, и на нем лежит та же ответственность, что и на мне. Вы боитесь, что он все передаст вашим родным? Я скажу, что вы вытянули из меня признание. Это правда. Вы его вытянули. Скажите мне вот что. Где вы сейчас ощущаете боль? Здесь. В бедре. Слабую. Слабую. Встаньте, пожалуйста. Видите ли. Вы должны помнить. То, что сказано в этой комнате, касается только вас и меня. Больше никого. Как бы глубоко мы ни копали. Признания, фантазии, опровержения останутся здесь, в этой комнате. Вы должны перестать бояться. И будьте честны сама с собой. Сегодня мы сломили оборону. Вы так думаете? В следующий раз мы снимем оставшуюся легкую боль. Вот увидите. Наша победа будет полной. Сомневаетесь? Зачем притворяться? Есть вещи, которые нельзя изменить. Некоторые. Никогда. Обстоятельства. Жизни людей. Горе, которое они приносят. Этого нельзя изменить. Но вам не кажется, что будет некоторый прогресс, если внутри себя мы преобразуем большое горе в обыкновенное несчастье? До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Глупо публиковать результаты Если бы мы придумали быстрое лечение, они пока в зачаточном состоянии. Почему, скажем, одни события вызывают травму, а другие, столь же трагические, принимаются человеком хладнокровно? Почему одни пациенты более ранимы, чем другие? Это врожденная особенность? Биологический дефект? Не стоит спешить с публикацией. Абстрактные размышления ни к чему. Читали? Это книга о моей борьбе с расстройствами речи. Да, прекрасная работа. Вы считаете, она не достойна того, кому посвящена? Наоборот. Будут проданы едва ли 50 экземпляров. Но неврологи одобрительно похлопают меня по плечу. Не так ли? В этой работе тоже есть противоречивые утверждения. Но написано оно отлично. Для того, кто слишком увлекается абстрактными суждениями? Нет, я не это имел в виду. Вам не угодишь. Йозеф, это мой вклад в науку. Могли бы похвалить меня за него, раз придираетесь к моей одержимости неврозами? Уже почти 8, простите меня. Порой мне хочется уехать в Берлин. Там охотнее воспринимают новое. И чем оно экзотичнее, тем лучше, судя по Флису. Так мне уехать? А вашему идею Флиса экзотичны и только? Какой вы обидчивый. Не только. Но Зигмунд в Берлине, как и везде у блестящих идей, должна быть солидная поддержка. Иначе, зачем вы так жаждете, чтобы под вашим предварительным отчетом подписался и я? И зачем ваш Флис мастил свой путь годами? Он создал группу сильных союзников, таких как Гельмгольц. В этом вы ошибаетесь. Флис такой же одиночка, как и я. В Берлине его никто не опекает. Да, у Флиса нет никакой особой опоры, кроме его работ. Его отец был купец и не слишком удачливый. Этот еврей приехал из провинции, чтобы сколотить капитал, но не смог, как и мой отец. У них даже имена одинаковые. Якоб. Флис дышит другим воздухом, не таким затклым. Он как никто понимает мое нетерпение. Поговорив с ним, я чувствую новые силы, новый аппетит к работе, новые идеи. У вас есть прогресс с девицей фон Рейдберг? Да. Да. Удивительный прогресс. О ней стоит написать целую книгу, хотя бы главу. Паралич правой ноги полностью излечен. Поздравляю. Мысли о муже и сестры наконец нашли выход в истерику в Редане, но она их высказала. Читали книгу Вейера о средневековых судах над Бедами? Прочтите, инквизиторы, наши предшественники, все эти женщины одержимые демонами, одержимые в плотском смысле, конечно. Эти невесты дьявола все еще среди нас. Только мы зовем их истеричками. Вы сказали, с правой ногой проблем больше нет? Никаких. Странно, даже смешно, что болезнь крайне педантична. Мысли девушки о муже и сестры влияют на правую ногу. А ее мысли об отце на левую ногу. С этой тонкой связью нам еще предстоит разобраться. И мы это сделаем. Непременно. Я нашел свое призвание, Йозеф. Я искатель-ведем. Каждую спасенную душу я стану посвящать вам, тайному эксперту по истерии. Пророку. Зигмунд, кто еще сегодня придет? Оскар. И Розенберг, если его отпустит жена. У меня планы насчет Оскара. Он преударяет за одной моей больной с моей помощью. Зигмунд, ответьте честно. Спрашиваю, как ваш друг и врач. Вы принимаете много кокаина? Зачем этот вопрос? Как вы знаете, я прописываю его для наружного применения. Метод флиса по лечению носа ценен. Но что касается внутреннего применения... Вспомните Эрнста фон Флайшла. Йозеф. Флайшл умер от болезни крови, заразившейся от группы, а не от наркотиков, которые принимал. И потом, вы меня хорошо знаете. Я люблю разрушать обычаи, а не создавать их. Сейчас вы наблюдаете у меня опьянение моим открытием. Я бы не назвал это насилием. Это было скорее посвящение во взрослые, которые проходят многие мальчики этого возраста с одноклассниками. Верно. И после этого посвящения вы регулярно мастурбировали до 17 лет? Да, до 16 или до 17. А теперь вы тоже иногда занимаетесь мастурбацией? Да? Довольно редко. С какой регулярностью? Редко. Раз в неделю, два раза, чаще. Значит, довольно редко. Скажите, эти ваши периодические депрессии или, скажем, приступы тревоги бывают после близости с вашей женой? Не сразу. Иногда. Через несколько дней. Я просыпаюсь и чувствую апатию. Почти паралич. Я полагаю, секс с женой у вас неудовлетворительный. Что мешает вашему оргазму? Не могу определить точно, что именно. Возможно, то, что мы слишком давно с ней близки. Что с вами? Продолжайте. Я говорил, что мы с ней давно близки, но при этом есть необходимость ограничить размер нашей семьи. Вы используете презервативы? И чтобы бороться с этими неприятными факторами и увеличить возбуждение, вы, вероятно, представляете себе других партнерш во время близости с вашей женой? Других женщин или молодых девушек, которых вы встречали, и которых находятся все более и более привлекательными? Вы используете их образы? Вы используете их при мастурбации? Меня предупреждали, что вопросы будут непривычны. Господин Кастнер, когда половое возбуждение сдерживается, напряжение трансформируется в тревогу даже в паралич. Понимаете? Это простой, обычный, человеческий, если хотите, механический процесс. Он присущ нам всем. Чтобы облегчить ваше состояние, я должен понять, что мешает излиянию вашей половой энергии и что ее высвобождает. Спасибо. Можете сесть. У меня для вас новость. Этой ночью мы обменялись доказательствами взаимной любви. Не с фрау Штайнер. С божественной идой. С божественной идой. Доказательствами любви. Надеюсь, ее доказательство было подстать ее божественному богатству. Не притворяйтесь наивным. Я подозревал, что вы прибыли в Вену не только за тем, чтобы лечить мою мигрень. Никому не говорите. Но, кажется, я скоро женюсь. Поздравляю. Осторожнее, Зигмунд. Как чувствует себя ваш нос? Нос. Нос, к счастью, проявляет безразличие. Он онемел. Я словно дышу через вату. Так и было, но вату я убрал. Сейчас это счастливое безразличие переместиться в ваш больной мозг вместе с парами кокаин. Они уже действуют. Я ищу слова, чтобы выразить, как я счастлив за вас и за вашу невесту. Голова кружится. В чем дело? Надо было меня предупредить. Зигмунд, в чем дело? Так бывало и раньше. Много раз. Сердцебиение и тяжесть вот здесь. Это не от кокаина. Брайер говорит, это миокардит. Я долго не проживу. Я давно это знаю. Не верю ни одному слову. Вы слишком много курите. Мой организм этого бы не выдержал. Мне снятся сны о прощании с миром. Я все знаю. Ничего не могу сделать. Бильгельм. Все ужасно. Прекратите. Не желаю это слышать. Недавно я вспомнил наши беседы в Мюнхене. Вы, кажется, говорили о своих половых проблемах. А если я скажу вам, что все не так, я клянусь. Вы не заметили, Фройлен, что вы снова и снова горячо опровергаете именно те воспоминания, которые потрясли вас сильнее всего. Сознание выдвигает барьеры против мыслей, которые труднее всего выносить. Как ваш отец обнял вас на смертном одре. Вы почувствовали его тело. Это ваши слова. Я его обняла. Он умирал. Он любил вас, как любой мужчина, живой или умирающий. Полюбил бы ангельское существо. Нет. 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 ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Марти Прости меня Я чувствую себя так, словно меня что-то душит Словно мне надо встать с постели и выйти из комнаты, из дома Ты хочешь встать? Но там жуткое открытое пространство Что с тобой? Агорафобия Вряд ли этот термин всё объяснит Ты сказал, что хочешь выйти из дома И броситься в страх Ты понимаешь? Объясни Откуда агорафобия? Она была у меня во сне Всё прошло Не волнуйся Наши сны показывают, что в них мы все невротики Сны не отличают больных от здоровых к несчастью У меня есть больной Сыграфобией Он ведёт двойную жизнь Уважаемый семьянин ночью становится гулякой Он боится не только открытого пространства Сколько того, что он может там натворить Точнее, тех Кого он мечтает посетить А именно, проституток Для семьи этого господина Его болезнь – загадка Разве я тебе о нём не рассказывал? Нет сомнения, что те, у кого один из родителей сифилитик склонны к неврозам Пожалуйста, рассказывай мне обо всех больных Я рассказываю Муж и жена, счастливые в браке, имеющие чудных детей некоторое время Практиковали прерванный половой акт А если я спрошу тебя? Раньше ты слушала внимательно Я слушаю Но ты предпочитаешь обсуждать такие вещи с другими? Я знаю Я предпочту обсуждать их с тобой, поверь Это неправда Я не всё могу дать тебе Ты должна с этим смириться Мне нужна особая дружба Её требует часть меня Возможно, моё женское начало Не могу выразиться более ясно Даже Флис считает, что в каждом человеке есть оба пола И поэтому ему нужны друзья Обоих полов Обоих Поэтому мне нужно Больше, чем мужская дружба Больше, чем просто собеседник Я уже много месяцев ужасно вялый Не могу работать Я стал тупым Беспомощным Раздражительным Только ты можешь мне помочь Прошлым летом Предлагает Оскар Болван Я знаю, что он предлагает Я не раз видел Как бывает отравлена душа Из-за средств контрацепции И других противозачаточных приёмов Как в том случае, который я тебе описал Хоть и неуклюже Пытаясь предупредить тебя О неизбежных проблемах Я заставил тебя чувствовать себя бесполезной? Нет Но, похвалав Лиса Нектар и амброзия для тебя Так и есть Понимаешь, помимо тебя Только Флис Один из всех людей И всех врачей Уверен, что моя работа Вполне серьёзное и научное дело А не болезненная Одержимость эротикой Даже Брэйер Который знает это лучше других Смущён нашими открытиями Бедный Брэйер А ведь он любил тебя, как отец Вот именно Ничего страшного Мигрень Справа или слева? Слева Тактично ли спрашивать новобрачного Обо всех и половых проблемах Он мне рассказал Я всегда страдал мигренями Простите Я не хотел быть с вами резок Отвечаю на вопрос В браке мне не на что жаловаться Разве что на усталость И отупление Вы бросили курить? Давно? С неделю Значит, вы решили не умирать? Пока не буду У вас есть изменения в домашних делах? Мы с женой теперь спим в разных кроватях Мы как те супруги, что пришли к врачу И спросили, как избежать беременности Врач ответил Выпить стакан воды Они До или после? Вместо Если нельзя придумать ничего лучше Вон та дама хочет привлечь ваше внимание Ваша знакомая Пациентка Фройлян Экштейн Привлекательная девушка С передовыми взглядами на женщин И на войну полов Кто ее спутница? Сестра У Эммы забавная проблема Она не может ходить по магазинам одна Ей нужен мужчина носить покупки На вид она сильная Так и есть Я считал это странной болезнью Пока мы не вытащили на свет забытый случай О котором можно было бы догадаться Когда ей было 8 лет Один продавец навязал ей свои ухаживания Интересно, что она снова и снова ходила в тот магазин Ее мучает не сам факт А ее собственное бесстыдство До сих пор остались соматические осложнения Которые я не могу вылечить Частые спазмы желудка Я уверен в одном Есть две реакции на такие события Истерия, развивающаяся при пассивном подчинении Половым домогательствам В период до полового созревания И навязчивый невроз Как у Эммы Если эти домогательства Были приняты жертвой с удовольствием Снимаю перед вами шляпу Это мое недавнее открытие Я говорю вам, не боясь, что вы его разгласите Вряд ли кто-то захочет украсть столь абсурдную идею Вы выглядите веселым, несмотря на ваши мучения Жертвуйте и снова жертвуйте Вот совет небесного адвоката Спасибо Если я в силах не курить сигары, смогу отказаться и от менее важных радостей Может быть, не придется Проблема, которую вы затронули чуть раньше Может быть решена Беременность можно предотвратить Не заменяя близость стаканом воды Я разработал теорию Двойственной периодичности половой и эмоциональной жизни Не только у женщин есть цикл в 28 дней Но и у мужчин в 23 дня Я только начал исследование Но я убежден, близость может быть совершенно безопасной И в определенные дни цикла Если за ними следить Дорогой Вильгельм Если так, вы изобрели метод ограничения фертильности Вы дадите людям свободу Вам поставят памятники Хватит одного Лучше вот на этом месте Я сам его оплачу Серьезно Выбирайте сорт мрамора Идемте за ним в Карару Осмотрим скалы на заре, как Микеланджело Убедимся, что мрамор безупречен, как моя теория Моя репутация страдает так же, как ваша Но вы таких мелочей не замечаете Я спорил о значении половых факторов так же страстно, как вы Но я ни за что не соглашусь, что они причина всех физических болезней Кто дал вам право отвергать иные причины? Мой опыт, Йозеф Мой опыт Поймите В этой области личные знания стоят сотни пациентов Бред, кошмары, депрессии Я всем этим страдал в последний год Были дни, когда я от слабости едва мог разрезать страницы книги Думаете, я не знаю почему? А когда я вижу вас, больным, вялым, с неподвижным взглядом Думаете, я не знаю, в чем дело? Думаете, этого не знает ваша жена? Вот разница между нами Когда половые проблемы касаются вас, вы прячетесь за давним заговором молчания Можно подумать, что никто не сообразит, что в ваш дом пришла импотенция Тоже мне тайна В таком настроении вы не собеседник А вы не собеседник в любом настроении У вас старческая слабоумие Я пришел обсуждать с вами не это Вы меня поражаете Хартман прислал мне из Египта тревожное письмо о своем здоровье У него дезинтерия, чепуха Есть симптомы Его расстройство кишечника истерического характера Надо было послать его в морской круиз Злитесь, что я отнял у вас пациента? Нисколько Сейчас я связан по рукам и ногам работы в детской больнице Есть еще вопрос о Фройлен Экштейн Я слышал, Флис стал лечить ее по вашим рекомендациям Он разделяет мое мнение о том, что ее боль в животе связана с сексуальной травмой И что ее кровотечения могут совпадать с месячными По его мнению, это классический случай синдрома назального рефлексия Хочу вас предупредить, в его подходе многие видят безрассудство Безрассудство? Я думал, вы первым порадуетесь, если он найдет способ лечить невротиков без поисков скрытых чудовищ в лабиринтах их подросткового прошлого Это мерзкий метод Зигмунд, я вижу, вы нездоровы Вы не доверяете и мне и Флису И что хуже всего, самому себе Мой дорогой Зигмунд Я вспоминаю наш недавний неприятный разговор И надеюсь, что вы потом спокойно обдумали свои слова Я свои обдумал И вот какой вывод я сделал Пока вы играете роль бунтующего сына Я буду вынужден играть роль опечаленного отца Не только невротики передают изменения в своем эмоциональном состоянии личности, своего исповедника Так бывает и с друзьями Как бы то ни было, я должен признать, что старею Мне пора определиться с моими взглядами Поэтому, мой вспыльчивый друг, я сдаюсь Я согласен на публикацию книги о наших открытиях И пусть люди не узнают, как близки мы были к тому, чтобы разрушить наше драгоценное сотрудничество Преданный вам, Йозеф Как ты этого достиг? Я наорал на него Надо признать, он великодушен Только бы он не передумал Я не дам ему на это время Буду работать над книгой в Шлосс-Бельвью Там хорошо Может быть, заработаю денег И может быть, мы вернемся к нашей близости Если ты окрепнешь Ваш муж ест в закусочную Если я смею давать врачу советы по питанию, посоветую одно кафе Приезжайте к нам летом в Бельвью Привезите Анну Это только предложение, Оскар Скажите По-вашему, Марта уже окрепла для следующих родов? Не хотел бы давать вам советы Но ей вы их дадите Вы ее врач Могли бы внушить ей уверенность Вы этого хотите? Да, конечно Войдите Не позволяйте Марте монополизировать вашу жену Иначе зачем ее пригласили? Зигмунд, вы советуете мне заключить помолвку с вашей больной Которая еще проходит лечение Почему бы и нет? Папа Ты нам не помешаешь Заходи Тебя к телефону Фрейд слушает Говорите медленнее Когда это случилось? Нет Прошу вас Нет Прошу вас, откиньте голову Всего на одну секунду Нет Возьмите себя в руки Мы скоро найдем причину боли Боже мой Дайте холодной воды В тазики Я настаиваю Ложитесь Зачем? Зачем? Я вполне способна стоять Ложитесь Вам станет лучше Если вы спокойно полежите Делайте, что он говорит Прошу вас Будьте сильны У нее уже были психосоматические боли Я знаком с этим случаем Когда Флис оперировал ей нос Неделю назад И тут же уехал в Берлин Не стал наблюдать последствия Правда ли, что у одной из его больных Сгнил нос Был некроз от кокаина? Вы настроили против него Брейра? Зигмунд Вы слышали, чтобы опытный хирург Забыл ватный тампон в теле больного? Не может быть Спасибо Спасибо Спокойно Голову назад Спокойно Не двигайтесь Не двигайтесь Бедный папа Я видела боль на его лице Но он никогда не жаловался Только однажды Ночью Во сне Мне поставили кровать в его комнате Чтобы я все время была с ним Ночью, когда он кричал Это было невыносимо Мне приходилось успокаивать его Ложиться С ним рядом Вы меня понимаете? Мне приснилось Что ко мне пришел дьявол, когда я спала От ворот его сертука был украшен жемчугом То есть я думала, что это жемчуг Пока он его не вынул Это была длинная булавка Доктор Фрейд После стольких месяцев После тяжких физических обследований Поездок на курорты Мне осталось только это Выйти замуж за Оскар Это все? Бедный папа Вы понимаете? Выйти за Оскар Вот чем все закончилось Что это значит? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогой Вильгельм Из-за происшествия, которое может случиться с каждым из нас Неприятные последствия операции Гемы Преследовали меня этой ночью во сне Да, возможно, когда-нибудь вам поставят памятник в Шлосс-Бельвью По крайней мере, вам посвятят мемориальную доску Поверьте, я ее тоже заслужил Я давно знал, что мы все становимся невротиками В вывернутом наизнанку мире сновидений А теперь я понял, что сны открывают то, что днем скрывалось от нас За ложью, первобытную, необузданную половую стихи и инстинктов Сон — это попросту исполнение желаний Дорогой друг, если у Марты родится мальчик, мы назовем его Вильгельм Если девочка, надо подумать Среди женщин из моих снов уже есть и Марта, и Матильда Моя дочь названа так в честь жены Брейда Почему бы не Анна, так зовут и фрау Лихтхайм, и баронесса Тогда, как и в моих снах, у меня будут они все В ролях Дэвид Суше, Налисен Ки, Хелен Бурн, Джулиет Стивенсон, Антон Лессер и другие Совместно с компанией Херс А.Б.С. Арси Тимми Композитор Илона Секач Оператор Элмер Косси Продюсер Джон Пёрди Режиссер Мойра Армстронг Фильм озвучен по заказу клуба «Другое кино» Режиссер Мойра Армстронг 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 Режиссер Мойра Армстронг